Шансов фулансера ноль. Десятикратный чемпион мира Юрий Иванов. Отлично. Вообще первый раз провели. Я не ожидал, что так получится. Потому что мы думали, дорожка маленькая будет. И лёд, потому что дорожка неровная. Надо было её поправить летом. А это самое. Отлично. Мне понравился его вообще. Самый маленький стадион, компактный получился. Радиус поворота хороший. Отлично. Всего сегодня тут 16 мотогонщиков. Каждый делает 4 заезда по 5 кругов. Длина круга всего 400 метров. Поэтому каждый заезд длится не больше пары минут. Но за это время спортсмены успевают вызвать у зрителя бурю эмоций. Потрясающие спортсмены. К сожалению, в начале было два падения. Мы здесь все перепугались. Но потом, после того, как трасса стала, наверное, более шероховатая, всё проходило более гладко. Как ни парадоксально это звучит, очень здорово. Понравилось. Немножко холодно, но здесь очень горячая атмосфера. Площадок для спидвея в России не так много. Зачастую гонщики тренируются на замёрзших реках и озёрах. А вот интерес к этому виду спорта есть и у нас, и в соседних областях. Спортсмены из Новосибирска, Читы, Барнаула и Иркутска рассказывают, как везли сюда своих шипованных железных коней в фургонах и на прицепах. До Красноярска ехали всю ночь. У нас было две гонки подряд. Сначала заезжали в Шушинское, потом в Красноярск. Занимался отец в молодости. Также летом занимаемся мотокроссом. И как-то раз увидели этот вид спорта и загорелись. Теперь мотоциклисты смогут регулярно тренироваться на Красноярском стадионе «Сибирь». Тут планируется развивать центр технических видов спорта и проводить гонки, в том числе на снегоходах и квадроциклах. Мария Антюшева, Денис Тимошенко. Новости. Новости.